Завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Она длилась 23 мая по 16 июня. В Одесской области зафиксировали высокую явку. Тестирование прошли 95% от общего количества зарегистрированных выпускников. На некоторых пунктах зафиксировали нарушение процедуры. 26 абитуриентов пытались использовать мобильные телефоны, а еще двое шпаргалки. Баллы нарушителей аннулировали. Сдать тестирование снова они смогут только через год. Результаты написания тестов по большинству предметов абитуриенты уже получили, кроме трех последних – физики, химии и географии. Эти результаты будут доступны 23 июня. Кроме географии, физики и химии, все результаты уже есть на персональных страницах выпускников. Значит, будет 22 червя вызначен пороговый бал из этих предметов, и 23 уже все результаты из этих предметов будут тоже на персональных страницах. Сессии с каждого предметов произошло организованно. Нарекания на проведение у нас не было, то есть апелляций на проведение мы не получили. Хотя были некоторые порушения, в основном, с боку участников ЗНО, хотя их было немного меньше, чем было в прошлом году. Дополнительная сессия в Одессе стартует 3 июля. В ней примут участие около 100 абитуриентов, которые не смогли пройти тестирование во время основной сессии по уважительным причинам. Продлится дополнительная сессия до 12 июля. Продолжение следует...